В 2017 году, когда мы сняли картину и показали ее в Каннах, на пресс-конференции был вопрос от журналиста из Украины. А представьте себе, 2017 год это уже противостояние, и Крым уже, что называется, событие случилось с Крымом и с Донбассом. 2017 год это очень активное событие, да? Вот это противостояние. И украинский журналист, конечно, очень горячо задал вопрос, что не кажется ли вам, режиссер, что вы потрафляете, как бы льете воду на мельницу пропаганды. Мне показался этот вопрос странным, потому что мне кажется, что совершенно очевидно, во-первых, наша позиция, наши отношения, оно транслировано было повсюду, везде. Моя точка зрения на то происходящее, да? Все это происходящее в Украине. Вот. И кроме того, надо отделять как бы одни вещи от других. Надо понимать, что это художественный жест, который демонстрирует жизнь рядом с телевизором. Мы рассказываем о событиях 2015 года, это Дебальцевский котел, страшная минута в противостоянии между донбасскими сепаратистами и Украиной. И как бы телевизор, который, я думаю, не только в России, я думаю, и в Европе тоже, в каждом доме включен с утра до ночи. То есть этот пропагандистский рубр все время разговаривает с человеком. И как бы миновать это абсолютно невозможно. То есть рассказывая об этих событиях, об этом времени, невозможно уйти от телевизора. И поэтому он появился только потому, что это абсолютно каждодневная реальность российского обывателя. Он сидит перед телевизором и смотрит Киселева, Славьева и прочее. Просто приобрело новый смысл, который не был заложен в 2017 году. Ну, разумеется. Разумеется. Разумеется, в 2010. Продолжение следует...